Музыка Телеканал Казахстан Актау совместно с Мангистауским филиалом фонда развития предпринимательства ДАМУ запускает первое в Казахстане бизнес реалити школа молодого предпринимателя. Музыка 23 человека в режиме реального времени обучаются АЗАМ бизнес искусства и параллельно готовят свои собственные проекты. В этом им помогают эксперты и самые известные бизнесмены области. Мало того, что начальник, потому что они надо реализовывать. В каждом выпуске наши участники получают новые знания. В каждом выпуске мы наблюдаем за их успехами и неудачами. В каждом выпуске мы будем показывать лучших стартаперов, их амбиции и цели. Вы увидите это первыми. Музыка Арман Акбердиев родился в городе Актау. Директор представительства британского учебного центра Education and Training International. В свои 30 лет имеет большой опыт работы в торговой сфере, а также отлично владеет навыками развития бизнеса с нуля, маркетинга и связей с общественностью. Помимо всего, Арман – замечательный семьянин, отец двоих детей. По словам обучающихся, его лекции содержательны и легкие восприятия. По счету, сегодня пятое занятие. Ребята уже уверенно говорят о своих бизнес-идеях и готовятся к их реализации. А помогает новой волне мангистауских предпринимателей наставник Арман, который знает все о бизнесе. Когда начинаем бизнес, ваши потребности должны знать, чтобы вы знали анализ, какой природ, и сколько денег нужно. Вы же не пойдете в банк. Действительно, ведь для создания бизнеса изначально необходимо вычислить, какие будут затраты. Поэтому сегодняшнее занятие посвящено именно подготовке бизнес-плана. То есть каждый участник будет считать, сколько средств ему понадобится. Что мы говорим об финансировании? Инвестиции. Инвестиции. Инвестарь все. Кредиты, может быть. Кредит, желтые, 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 подарки. Подарочная продажа, правильный, продаж. Купил по дешевке. Ну, да, это все, что... Это все может быть источникам данных этих финансирования. Откуда? У кого-то может быть собственные деньги. Можно ли вас накопиливать. Если вы хотите работать или на торпе, если вы хотите на собственной бизнес. Можно откладывать каждое месяц 50% вашей заработной платы. Получается у вас есть собственные деньги. Не хватает собственных накоплений. Берем кредиты какие-то, там не хватающую сумму. Ищем инвесторов. Если это как бы бизнес, который требует инвестора откладывания, или же там еще для чего-то не хватает. Это так называемый внутренний источник финансирования. Что касается внешнего, то это продажи акций, другие фирмы и так далее. Теперь будем делать работу с заданиями. Будем работать. Я к чему вас подвозил. Вы, как чудо, начали работать. Укажите, какая именно сумма вам требуется. Какого типа финансирования вы нуждаете. Когда вам нужно его получить. И как вы собираетесь использовать эти деньги, когда вы сможете их вернуть. Если вы открыли свой бизнес только недавно, сообщите ответ источника стартового капитала, которым вы уже воспользовались. Если открытое лист, открытую лист. Или планируете воспользоваться, или планируете сделать как минимум в течение следующего года. Вкратце расскажите о вашей компании. Листойчик бумаги берем, записываем каждую свою фирму, то, что вам нужно сейчас. Я у вас страшного чайника. Откуда вы берете? Сколько вам денег? Определен точек, о чем никто не говорил. Давайте окажем в своем бизнесе подумай, сколько денег нужно. Задания нелегкие, требуют тщательного раздумья. Однако, по словам лектора, все это молодым бизнесменам пригодится в будущем, на пути к развитию дела. Я почему-то этим занимаю вам. Я не хочу, чтобы вы питали в облаках. Наре четкие цели. Четкие цифры. К своей цели участник бизнес-школы «Даулет» идет на протяжении нескольких лет. Он уверен, его идеи совсем скоро реализуются. «Даулет Сугербаев» 28 лет, не женат. Работает инженером по сварке в ТО «Маэка» за Тампром. Вечерами любит бегать по набережной. Вечерами любит бегать по сварке в ТО «Маэке». Курс-школы «Даулет» – «Даулет»? «Даулет»? «На я тебе họcот, не знаю, что это все». «Доулет» курсы жыласында уязвим аргарай дамы тыт он тарсоватым сон жыланы козгалу а алах ой к шоу золомен жмеш салга жяне оши жылан аркасында уязвим декабы кастрю ретинги курган келет я надеюсь что ума хороша вот например у тебя и своих денег не хватает сколько общая сумма да да я да нет кредит обеспечено активами на какую сумму вы можете поставить налог Эти средства пойдут на... Куда пойдут эти средства, которые вы получили? А в группе будет? Да, может и несколько будет. Помнишь, да, вот 50 на 50. Эти средства пойдут. Это те вопросы, которые могут встретиться. Лектор Арман напомнил слова математика Рене Декарта, что недостаточно иметь хороший ум, главное правильно его использовать. То есть, перед тем, как начать что-либо, необходимо тщательно обдумать все нюансы. Собто с компанией наблюдающей. По нашему мнению, в будущем компания станет. Ее главными характеристиками будут. От своих конкурентов мы будем отличаться следующим. Компании удастся чем-то методом успехов. Б. Наша компания будет считаться. Вот он. Почти готовый день. Я уверен, что здесь кто-то из вас станет минимум владельцем. Вот. Оборотом 5 миллионов долларов. Я хочу ясно, Арман. У меня будет. Б. Наши материалы. Да. Сегодняшний урок дал начинающим бизнесменам больше, чем ожидалось. Все гораздо проще, чем кажется. Это в том случае, если вы ясно видите свою цель. Итак, очередное насыщенное занятие подошло к концу. Впереди еще много работы, но все же. Это того стоит, чтобы в один прекрасный день с уверенностью сказать, что ты бизнесмен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова